Когда я спрашиваю у больных, почему там вовремя не обратился к врачу, почему вовремя не вызвал скорую помощь, больные говорят, что сейчас все больницы завалены, так и говорят, завалены больными с ковидом. Это, в общем-то, неправда. Ту помощь, которая должна оказываться, ее никто не отменял. Терапевтический корпус занят больными, которые лечатся здесь по всем видам патологий. У нас на первом этаже неврология, на втором этаже детское отделение, на третьем этаже кардиология, на четвертом терапия. Все эти отделения работают по своему профилю. Также не испытываем сейчас недостатка в лечении больных из патологии сердечно-сосудистой системы и с неврологическими больными. Также осуществляется маршрутизация больных с инсультами, больных с инфарктами в региональные центры, которые ведут прием наших больных по поводу осложнений ковида. Но надо не забывать, что эта болезнь достаточно новая, ей всего год. И поэтому отдаленные какие-то осложнения мы еще не увидели. Те ранние осложнения, которым могут быть ковид. Да, мы встречались с несколькими больными, у которых эта инфекция давала осложнения на сердце в виде так называемых миокардитов. И это были молодые люди. Те люди, которые болеют ковидом и имеют в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательные системы, такие как бронхиальная астма, абструктивные бронхиты, больные с неврологической патологией, те переносят ковид намного тяжелее. До этого и ОРЗ, и грипп, с которыми сталкивалось человечество в течение там всего времени, понимаете, они тоже давали осложнения на сердце. И при правильном лечении, при своевременном, самое главное, лечении, при своевременном обращении больного к врачу, эти заболевания, они лечатся.